Добрый день, Петяна Викторовна. Добрый день, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Давайте вначале традиционно проверим связь, как вы меня слышите и видите. Нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу, если все хорошо, и связь нас не подводит. Так вот, вижу, уже огоньки побежали. Отлично, все хорошо. Еще тоже попрошу вас, напишите в комментариях, кто вы по профессии, с каких населенных пунктов. Тоже важно нам знать традиционную географию нашего вебинара. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории, олигофренный педагог, нейропсихолог, член экспертной группы аттестационной комиссии. И сегодня мы с вами поговорим о пространственных представлениях. В дошкольном возрасте невозможно провести четкую границу между психомоторным и когнитивным развитием ребенка. Психомоторное развитие ребенка – базальный уровень для дальнейшего психического развития, как основы полноценного обучения и развития школьных навыков. Ребенок – это целостная система, поэтому психика, соматика, когница тесно связаны. И, конечно, без освоения базовых уровней восприятия, моторики, схемы тела невозможно освоение и развитие сложных уровней психики, таких как саморегуляция, речи и другие сложные интегративные психофизические функции. Ребенок с ранних лет сталкивается с необходимостью ориентироваться в пространстве. При помощи взрослых он усваивает самые простейшие представления об этом – слева, справа, вверху, внизу, в центре, над, под, между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же направлении, в противоположном направлении и так далее. Все эти понятия способствуют развитию пространственного воображения у детей. Умение ребенка представить, спрогнозировать, что произойдет в ближайшем будущем в пространстве, закладывает у него основы анализа и синтеза, логики и мышления. Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для всех сторон деятельности человека, охватывая различные стороны его взаимодействия с действительностью и представляет собой важнейшее свойство человеческой психики. Сформированность пространственных и временных представлений характеризует общее развитие дошкольника и его готовность к обучению в школе, что является одной из важнейших задач обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Обеспечивает целостное гармоничное развитие детей. От уровня сформированности пространственных представлений во многом зависит успешность овладения чтением, письмом и другими видами учебной деятельности. Одна из задач дошкольно-образовательной организации с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования состоит в том, чтобы обеспечить полноценное развитие всех воспитанников. И начиная с раннего возраста, наряду с передачей детям знаний, умений, действий, формировать определенный уровень... Так, извините, прервусь, вебинар у нас идет в течение часа. Плюс-минус. Образование должно быть ориентировано на зону ближайшего развития каждого воспитанника, учитывать его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, и направлено на формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах, отношениях объектов окружающего мира, о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении покоя, причинах и следствия. Ориентировка в пространстве – это деятельность, которая включает в себя определение формы, величины, местоположения, перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела, относительно окружающих предметов. Пространственные представления играют большую роль во взаимодействии человека с окружающей средой, являясь необходимым условием ориентировки в ней человека. Вопросами формирования у детей представления о пространстве занимался целый ряд как отечественных, так и зарубежных ученых и практиков. Леонид Абрамович Венгер, Жан Пиаже, Михаил Михайлович Семага, Наталья Яковлевна Семага, Тамара Алексеевна Мусибова, ну и так далее. Фамилия перед вами, не буду все зачитывать. Развитие пространственных представлений ребенка начинается с первых месяцев жизни и является важнейшим показателем его умственного и сенсомоторного развития. Недостаток сформированности пространственных представлений может привести к нарушениям счета, то есть дискалькуляции, нарушениям письма, дисграфия, пересказа текста, трудностям выполнения вычислительных операций, а также явиться причиной проблем с чтением, дислексией. Процесс формирования межанализаторных связей у детей замедляется. Кроме этого, могут наблюдаться недостатки слуха зрительно-моторной координации и несформированность чувства ритма. Все это может привести в итоге к неуспеваемости ребенка в школе. У человека дело в том, что нет специального пространственного анализатора. Восприятие пространства есть такая сложная интермодальная ассоциация, образующаяся из взаимодействия различных анализаторов внешней и внутренней среды организма. На уровне коры головного мозга за схему пространства отвечают у нас три части. Теменная, затылочная и височная. Эти зоны хранят и перерабатывают различную афферентацию. Затылок – это зрительное восприятие, висок – слуховое. К тому же он занимается анализом вестибулярной информации. Человек получает информацию о положении тела, куда поворачивается голова и так далее. Темя отвечает за тактильное восприятие. В зоне перекрытия этих анализаторов возникает новое когнитивное образование. Это пространственные представления. Поэтому, чтобы пространственные представления формировались, то должны хорошо быть развиты зрительный гнозис, слуховой гнозис, тактильный гнозис, схема тела, связи между этими отделами, а еще межполушарные взаимодействия. Таким образом, образ пространства – это результат полноценного синтеза нескольких модальностей. И хотела бы подробнее еще рассказать о межполушарном взаимодействии, поскольку межполушарное взаимодействие – это основа всех высших психических функций. Правое полушарие отвечает больше за базовый уровень пространственных представлений. Это схема тела, реальное пространство, чувственные образы. Осуществляет охват мира явлений во всем его богатстве и разнообразии. Правое полушарие отвечает за предметно-реалистический гнозис. Гнозис лиц, слуховой, неречевой гнозис. Оно более функционально активно до пяти лет. В левом полушарии представлено символическое пространство. Все, что отработано в правом, потихонечку перелезает в левое. В левом полушарии – это база абстрактного мышления, поиска, нахождение баланса причин и следствий. В левом – все схема. Из неречевого слуха становится фономатический анализ, понимание смысла речи. Из схемы тела развиваются квазипространственные представления, пространство в речи, грамматика, словоизменения, счетные представления, понимание времени и прочее. И если у ребенка не отработана схема тела – вверх-вниз, больно-небольно, тут-там и так далее, то в дальнейшем у него будут проблемы с освоением уже более высокого уровня пространственных представлений. В каждой психической функции участвуют обе гемисфера. Только каждый из них вносит свой вклад. И нельзя сказать, что правополушарные люди – это художники, а левополушарные – математики и физики, как у нас в принципе, да, стандартно это принято. Несформированность межполушарных взаимодействий – это отсутствие слаженности в работе двух полушарий, нестабильность переноса информации, неполноценность обмена информацией между правым и левым полушариями и как результат трудности в развитии пространственных представлений в том числе. Как писал Чарльз Перри, два полушария – две руки мозга. Таким образом, к условиям гармоничного развития пространственных представлений медленно к ним подошли, как интегративная функция является зрелость затылочной, височной, теменной области коры, развитие связи между ними слухомоторных, зрительно-моторных координаций, полноценность двигательной сферы, афферентные и эфферентные компоненты, это крупная моторика, вестибулярный аппарат, межполушарное взаимодействие и востребованность функций извне. Говоря о востребованности функций извне, что здесь подразумевается? Мы подразумеваем то, что взрослый включает ребенка в мир культуры, где нужно понимать, что вверху солнышко, внизу травка, там речка. Все это ощупывается, рассматривается. И так из раза в раз. Поэтому функция востребованности извне никуда не девается. И у меня огромный опыт работы в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, и дети находятся в этом учреждении социальной депривации. У них не было взрослого, который бы им рассказал обо всем, который бы направлял их. Поэтому базовые функции сформированы. Но, что интересно, задаешь вопрос в сторону, а ребенок уже теряется. Он не знает, как применить вот этот навык. Причем, подчеркиваю, интеллект зачастую сохранен. И ребенок мог бы. Но он не знает, как это сделать. Исследования ученых показали, что восприятие пространства возникает уже тогда, когда ребенок в возрасте 4-5 недель начинает фиксировать глазами предмет на расстояние метр-полтора метра. Перемещение взора за движущимися предметами наблюдается у детей 2-4 месяцев. На начальном этапе перемещение взора представляет собой такие толчкообразные движения. Затем наступает вторая фаза скользящих непрерывных движений за движущимся в пространстве предметом, что наблюдается у разных детей в возрасте от 3 до 5 месяцев. По мере развития механизма фиксации взора формируются дифференцированные движения головы, корпуса, тела. Изменяется само положение ребенка в пространстве. Дмитрий Борисович Леппонин пишет, что в этом возрасте движения предмета вызывают движения глаз. Однако еще нет рассматривания или поиска предмета. Поиск предмета возникает позднее на основе слежения глаз за передвижением предмета в пространстве. Поэтому подчас невозможно отграничить слежение и поиск. В процессе накопления сенсомоторного опыта возрастает способность развлечения объектов в пространстве. Увеличивается дифференцировка расстояния. Так, ребенок 3 месяцев может следить за предметом на расстоянии 4-7 метров. В 9 месяцев уже следит за предметом, движущимся по кругу. Такой процесс видения движущегося предмета на разном расстоянии свидетельствует о том, что уже на первом году жизни ребенок начинает осваивать глубину пространства. Таким образом, движение объекта становится источником сенсорного развития и перестройки сенсорных функций, прежде чем возникает движение самого ребенка к предмету. В начале пространства воспринимается ребенком как нерасчлененная непрерывность. Движение выделяет предмет из массы окружающего пространства. Сначала фиксация взгляда, затем поворот головы. Движение рук и другое показывают, что движущаяся вещь становится объектом внимания, стимулируя и его собственные движения, носящие прерывный характер. Таким образом, предмет сначала воспринимается в горизонтальном направлении от ребенка, а затем в результате длительных упражнений ребенок приучается следить за движением предмета и в вертикальном направлении. Постепенно движение объекта и самого ребенка уже начинают совместно развивать сенсорные механизмы. С развитием вертикального положения тела и собственным передвижением, ходьбой, то есть имеется в виду, значительно расширяется практическое освоение пространства ребенком. Передвигаясь сам, ребенок осваивает расстояние одного предмета от одного предмета до другого, делает попытки, напоминающие даже измерение расстояния. С ходьбой возникают новые ощущения преодоления пространства, ощущение равновесия, ускорения или замедления действия, движения, которые сочетаются со зрительными ощущениями. Вот такое практическое освоение ребенком пространства функционально преобразует всю структуру его пространственной ориентировки. Начинается новый период в развитии восприятия пространства, пространственных признаков и отношения предмета внешнего мира. Накопление практического опыта освоения пространства позволяет постепенно овладеть и словом, обобщающим этот опыт. И по мере дальнейшего накопления опыта, движущей силы формирования системного механизма восприятия пространства, слово приобретает все большую роль. Ведущую роль в познании пространственных отношений и в формировании представлений в раннем и младшем дошкольном возрасте играет непосредственный жизненный и игровой опыт. Он накапливается у ребенка в разнообразных видах деятельности. Подвижные, дидактические игры, изобразительная деятельность, наблюдение в процессе прогулок и так далее. Ребенок начинает познавать мир через движение. Основным условием ориентировки в пространстве является активное передвижение в нем. Пространственные представления и восприятия – это емкие понятия, отражающие многогранность пространственных характеристик, объективного мира, форма, объем, протяженность объектов, длину, ширину, высоту, их местоположение в пространстве, пространственные отношения и расстояние между предметами. Направление в пространстве представляет собой различные пространственные категории. Наталья Яковлевна Семага отмечает, что по ряду причин экологического, морфофизиологического и социального характера, включая патологические особенности протекания беременности и раннего постнатального развития ребенка, в настоящее время у большинства детей в первую очередь страдает раннее моторное развитие, формирование базисных механизмов анализа пространства и пространственно-временных отношений, а также функций программирования и контроля регуляции деятельности. По данным Дебора Аронына Фардера и Марьяны Михайловны Безруких, известной фамилии, около, вот вдумайтесь, около 90% 6-7-летних детей имеют факторы риска развития моторной сферы. Представляете? Ужасающее, например, число. И гармонично развитая моторная сфера подразумевает целый каскад умений от владения собственным телом, понимания вверх-вниз, моторного интеллекта до сложных форм психической деятельности. Это освоение символического пространства, письма, чтения, счета. То есть получается, что если у ребенка не развита общая моторика, то у него идет недоразвитие пространственных представлений от схемы тела до письма и чтения. В связи с нарушением развития моторной сферы с течением времени все больше расходятся возрастные показатели уровня актуального развития и современные социально-психологические требования к ребенку. В результате не формируются предпосылки к систематическому обучению. То есть ребенок не может удерживать систематическую нагрузку. Ориентировка в пространстве требует умения пользоваться какой-либо системой отсчета. В период раннего детства ребенок ориентируется в пространстве на основе так называемой чувственной системы отсчета, то есть по сторонам собственного тела. В дошкольном возрасте ребенок осваивает словесную систему отсчета по основным пространственным направлениям. Вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево. В период школьного обучения дети овладевают более высокой системой отсчета по сторонам горизонта – север-юг, запад-восток. Освоение каждой следующей системы отсчета базируется на прочном знании предшествующей. В норме к 9 годам созревают понимание координат, размеров удаленности, счет, письмо, чтение, схематичное пространство, ноты, карты, часы, понимание пространственных отношений в речи, использование логико-грамматических конструкций, словообразование, словоизменения и прочее. Если мы с вами говорим о развитии и коррекции пространственных представлений, то можно выделить следующий этап. Первый этап – это освоение схемы собственного тела, пространства собственного тела. Голова вверх, ноги вниз у нас, да, лицо, грудь впереди, спина сзади, правая, левая руки, что выше, что ниже. Дальше – освоение расположения объектов в пространстве относительно тела. Справа, слева от меня. Как туда добраться, да? Следующий, третий – это взаимоотношения между внешними объектами, манипулирование предметами в пространстве. Дальше – схематическое пространство, лист бумаги, план, центр листа, край, края, понимание клетки, линейки, правее. Уважаемые участники, слушатели, как вы меня слышите? Все ли хорошо у меня со звуком? Слышно ли меня? Просто, чтобы я понимала, с моей стороны проблемы или с стороны слушателя. Все, благодарю, извините, что вас отвлекаю. Спасибо огромное. Схематическое пространство, понимание клетки, линейки, что правее на листе, что левее на листе и так далее. И квазипространственные представления. Как я уже говорила, это пространство в речи. Грамматика, словоизменения, счетные представления, понимание времени и прочее. Схема тела – это сложный вид чувствительности, структура психики, отражающая устройство собственного тела человека. Схема тела дает представление человеку о границах с внешним миром, его ориентировке в окружающем пространстве в каждый момент времени. Это ядерное такое звено развития системы пространственных представлений, квазипространственных представлений, которые нельзя пощупать. Знакомство со схемой своего тела начинается с рождения ребенка. Мама носит его на руках, прижимает, укачивает, ласкает, гладит ему головку, ножки, ручки. При этом что? Мама все озвучивает. Например, кто это уже проснулся? Кто это так сладко потянулся? Потягушечки-потягушечки, от носочков до макушечки. Мы потянемся-потянемся, маленькими не останемся. Вот вспоминаем, что мы говорим своим детям. Вот как мы растем, да, вот как мы растем-растем, вот как ножками пойдем-пойдем. Пестушки, потешки, приговорки сопровождаются телесными играми с ребенком. Мать помогает ребенку телесно прожить отдельные части тела. Пальцы рук, ладони, голова, ноги, пальцы ног в контакте с руками мамы. Да? В результате этого ребенок начинает понимать, что он есть. Он ценен. Он находится тут. Здесь тепло. Хорошо. Да? Я. Я есть. Вот я есть – это устойчивая совокупность без тактильных, кинестетических, зрительных и вестибулярных ощущений. Образ телесного я необходим для умственного и личностного развития ребенка. Опять же, дети с ранним детским оочезнением они не чувствуют свое тело. Да? Проводим вот аналогию. А потом ребенок что? Начинает понимать, что там есть серьезный волчок, который схватит за бочок. Там опасно. Есть тут, а есть там. И здесь у ребенка формируется понятие края. Как граница переходом из своего пространства в пространство внешнего мира. Переходить край нельзя, пока ты не готов. В определении края помимо пестушек и потешек помогают сказки колобок, кот, петух и леса, ну и так далее, аналогичные. Вот эти базовые понятия. Я есть – край, которые откладываются на подкорке. Они записаны в фольклоре. Только вопрос, как часто мы сейчас, в настоящее время, используем фольклор. Ведь все же не просто так было придумано нашими предками. даже если исследования не проводились в том объеме, в каком они проводятся сейчас, на интуитивном уровне, наши предки понимали, как это важно. А сейчас можно задать вопрос нашим мамочкам. Общались ли они со своими детками и общаются ли с помощью фольклора с тех же потешек, пестушек. И сейчас предлагается огромное количество различных потешек, вот этих пестушек, которые позволяют озвучивать современной маме все, что происходит с ее ребенком. Но, к сожалению, все-таки, опять же, наша с вами задача как специалистов, педагогов донести важность, ценность. Но дело в том, что приходят они уже к нам попозже все-таки, когда уже нам нужно работать с тем, что есть. Важно, конечно, к великому сожалению, многие мамы недооценивают важность использования фольклорного жанра в общении с ребенком. Дети постарше тоже очень любят игры, связанные с телом. Куча мала, катание с ледяных гор, хороводы, ручейки. Здесь уже групповое взаимодействие с другими. Кроме того, подобные игры способствуют энергообмену с окружающей средой, расширению репертуара поведения, эмоциональной разрядки. Групповое общение старших детей способствует формированию чувства другого человека, рельефа рядом, ощущение своих границ, благодарю, навыков телесного общения. Вот это, понимаете, момент какой, когда близко общается с другим человеком, да, непричинение вреда другому, бережность, осознанность телесного общения. Вот это подстройка под другого человека, переживание целостности я, контакт с самим собой, испытание себя на прочность и другое. Представление о схеме тела – это база формирования личности, поведения и когнитивных функций детей. И если у человека не выстроится схема тела, не будет сформировано представление о себе, то не будет вот той точки отсчета, вот с чего мы начинали наш вебинар, не будет вот той точки отсчета, от которой будет выстраиваться сложная система координат. Второй этап – это выход за пределы собственного тела. имеется в виду, что ребенок осваивает понятия ближе ко мне, дальше от меня, высоко-низко. Здесь выключается собственное «я» и осуществляется выход в окружающий мир. Ребенок начинает манипулировать с предметами, играть с ними. Это выход на третий этап. Когда мама говорит, «принеси мяч», он лежит под столом. Ребенок понимает, что надо принести и где лежит этот мяч, что он внизу. И если вначале были только собственные ноги, то оказывается-то есть и другие предметы, которые вступают во взаимодействие уже без участия ребенка. И не надо вставать на место стола, чтобы понять, что справа от стола стоит стул, над столом, ну пусть висит картина, под столом лежит мяч. Ребенок все это может сказать, стоя в отдалении от стола. Следующий этап – это освоение схематического пространства. Это схемы, карты, планы. Начинается освоение этого пространства с детского рисунка. Продолжается в аппликации. Далее понимание уже клетки, линейки, ориентировка на листе бумаги. Освоение схематического пространства – это важный этап, где осуществляется переход от реалистического к схематическому. Ну и высший уровень – это квазипространство, пространство речи. Такое пространство нельзя потрогать, его нельзя нарисовать, его надо просто постичь. И вот это символическое пространство, которое связано со способами словоизменения, словообразования, – это все грамматические трансформации, вся система счета – время. В диагностике мы исследуем те функции, которые должен иметь ребенок в соответствии со своим возрастом. В коррекции мы опускаемся на тот уровень, который сохранен у ребенка. А часто дети теряются уже на схеме собственного тела. Я думаю, что вы тут со мной согласитесь. В практике все это видно сразу же. И начинаем мы выстраивать все необходимые последовательности. Сейчас я хочу остановиться на нейропсихологической диагностике с формированности пространственных представлений. Диагностика проводится индивидуально с трех лет. Здесь отмечается произвольность выполнения системы проб. Ребенок должен четко понимать инструкции. Они должны быть краткими, понятными, и ребенок должен быть включен в выполнение задания. Для того, чтобы понять, насколько ребенок понял инструкцию, используем тренировочную пробу. Перефразируем инструкции. Как ты понял? Продолжительность одной встречи 20-30 минут, не более. Мы, опять же, подходим индивидуально к каждому ребенку. Я вам даю максимум. В ходе работы используем, конечно же, похвалу, стандартную игру, положительные эмоции. Необходимо отслеживать признаки утомления, поскольку на фоне утомления идет и снижение контроля, истощение. Отслеживаем эмоциональную лоббильность и мотивацию. Для исследования пространственных представлений нам с вами понадобятся карандаши, ручки, маркеры, белые листы формата А4, нейропсихологический альбом, стимульные материалы, кубики коса, разрезные картинки. И хочу акцентировать ваше внимание, что при диагностике используем только опробированные методики. Диагностика это жесткий протокол оценки. Авторский подход мы можем использовать только на этапе коррекции. И какие мы предъявляем диагностические пробы. Оценка образа тела с трех лет. Кстати, еще уточню, презентация доступна для скачивания. И вы можете сказать, я специально вывела это все на слайд, чтобы при необходимости вы могли вернуться к этому материалу. Чтобы найти презентацию, вы можете нажать на прямоугольничек в правом верхнем углу с таким загнутым концом, нажимаете на этот прямоугольничек и как раз получите, будет доступна презентация для скачивания. Скачивайте ее. Так, что еще? Графическая деятельность, копирование с трех лет предъявляем, рисунок по инструкции с пяти-шести лет, конструирование с трех-четырех лет, оценка речи с трех лет, работа со схемами, географическая карта, плавный циферблат часов, семи-восьми лет, пробы хэда одноручные, односторонние, одноручные, перекрестные, двуручные, семи лет и двуручные с восьми лет. И счет с восьми лет. Что мы с вами исследуем? Итак, три года. Схема тела, где голова, ноги, руки, предлагается простая графическая деятельность в виде копирования круга и квадрата. Здесь обратите внимание, что мы не просим, что мы просим не нарисовать, да, а срисовать необходимую фигуру. В данном случае мы отмечаем замыкание линии, соответствие форме и приближенность размера. Четыре года. Копирование трех фигур круга, квадрата, треугольника, копирование, да, и понимание простых предложенных конструкций. Ребенок соотносит конструкцию с картинкой, тест Бентона, понимание логико-грамматических конструкций. Пять-шесть лет копирование круга, квадрата, треугольника, ромба, самостоятельный произвольный рисунок, копирование фигур Дэнмана, копировать в произвольном порядке правой и левой рукой. Тоже здесь же тест Бентона, конструирование из кубиков, понимание логико-грамматических конструкций. Семь лет пробы хэда, одноручные, копирование фигур Тейлора, Реа, острица, самостоятельный рисунок дома, стола, куба. Восемь лет пробы хэда, одноручные, двуручные, копирование фигур Тейлора, Реа, острица, речь, здесь же счет, решение задач, оценка письма. Девять лет это копирование с переворотом на 180 градусов, рисунок по инструкции стола, куба, пробы хэда, определение времени на часах, рисование плана помещения, счетная операция, решение задач, пробы хэда. Инструкция. Делай то же, что я, той же рукой, что и я. Посадка напротив друг друга. Исходное положение руки на коленях, обязательно тренировочное задание. Три серии. Первый одноручные, односторонние, второй одноручные, перекрестные, и третий двуручные. Оценка симптомов будет 0 баллов ставиться, если безошибочно уверенное выполнение с первой попытки, полбалла, долгое вхождение в задание, или единичная ошибка самокоррекции. Один балл, единичные импульсивные ошибки самокоррекции или поиск одной-двух поз с правильным выполнением. Полтора балла, развернутый поиск в большинстве проб или многочисленные импульсивные ошибки, корригируемые с помощью специалиста. Два балла, это пространственные ошибки почти в половине проб с частичной коррекцией. 3 балла, невозможность выполнения теста. Дальше, копирование фигур Тейлора. Так, вот они как раз, ага. Копирование фигур. Так, куда делось, делось у меня. Ну, ладно. Тейлора, осуществление каждой рукой отдельно, с фиксацией стратегии копирования, плоскостное изображение с мелкими деталями. И следующее, копирование с поворотом изображения, с переворотом на 180 градусов. Инструкция какова? Нарисуй фигуру со своей стороны так, чтобы ты видел ее так же, как вижу ее я. Посадка напротив друг друга на углу. Обязательно тренировочно тоже здесь проба. Нужен мягкий простой карандаш, чистый неленованный лист А4. Дальше тест Бентона. И экспериментатор показывает ребенку один из верхних образцов, затем закрывает его и просит показать этот образец на нижнем эталоне. В случае затруднений образец не закрывается и остается открытым для сравнения. Следующее, это копирование фигур Рея Стритца. Вот так выглядит. Осуществляется каждой рукой отдельно с фиксацией стратегии копирования. Плоскостное изображение с мелкими деталями. И какие встречаются типы пространственных ошибок. Топологически, когда неверно взаиморасполагаются детали, идет распад целостного образа. Метрические, что здесь, это несоразмерность деталей, искажение пропорции, длины, ширины, величины стимула при сохранении всех деталей, нестыковка линий, трудности оценки величины, углов, расстояний. Что еще, координатные, это зеркальное воспроизведение, искажение пространственной ориентировки стимула относительно оси координат право-лево, вверх-низ. Вот эти ошибки могут встречаться до 12 лет. Дальше, и проекционные, это трудности изображения трехмерного объекта на плоскости, развертки, обратная перспектива. Это уже не детские ошибки, этому нужно учиться специально. Что можно предложить родителям в целях формирования представления о теле, ну, как я уже тоже начинала, говорила, фольклорные игры с телом, перемещение в пространстве на руках взрослого. Взрослые носят ребенка по комнате на руках, перекинув через плечо, прижав к боку, а у нас сейчас как, тоже говорят родители, не нужно брать на руки, потому что привыкнет и будет громко кричать и требовать, да. в результате вот этого процесса активизируется внимание ребенка к своим телесным ощущениям. Ритмичные игры в одном темпе, раскачивание в гамаке, в одеяле, на мече, на руках у взрослого. Ребенок пассивно получает вестибулярные ощущения под потешки или песни, сосредотачивается на них. При этом обязателен глазной контакт с ребенком. Игры на поверхностную чувствительность, поглаживаем ребенка, называем части тела, ритм ровный, спокойный. Вот эти игры направлены на привлечение внимания ребенка к телу в зоне удовольствия и комфорта, успокоения. Игры на глубокую чувствительность, это потягушки, потягивания рук, ног ребенка, медведь идет, надавливаем ладонями на части тела, их называем. Вот эти игры направлены на определение комфортных зон, подстройку под ритм ребенка, игры на подражание. Сорока ворона, тоже известная нам игра. Благодаря вот этим играм ребенок учится подражать действиям взрослого, топать, хлопать, показывать, находить разные части тела. Игры на локализацию ощущений в теле. Лягушка, лягушка, Машу, хватит за ушко. В этих играх у ребенка формируется связь слова и части тела. Идет эмоциональное вовлечение ребенка. Ритмичные игры с кульминацией. Взрослый держит ребенка на коленях, лицом к себе и в ритме потешки поднимает и опускает его. Перед кульминацией пауза. Поехали, поехали, за спелыми орехами, по кочкам, по кочкам, в ямку. Бух! И вот здесь ожидание события, сочетание движения с его вербальным обозначением, эмоциональные качели. Что еще? Игры на перемещение тела в пространстве. Слезь в препятствие, залезь на препятствие, оползти, проползти через туннель и так далее. Посредством вот этих игр идет освоение перемещений и изменения положений тела, представления о габаритах тела. Игры с материалами, порвать бумагу на кусочки, пересыпание крупы, переливание воды, игры с тестом и прочее. Благодаря вот этим играм идет развитие двуручных действий. Ребенок получает новый сенсорный опыт. В целях развития схемы тела. Предлагаем детям игр в мяч. Мяч это вообще первый друг ребенка. Тоже сейчас как часто можно встретить во дворе ребенка, играющего в мяч. Для малоактивных детей используем надувной мяч разных размеров. Для гиперактивных детей набивные ничьи. Здесь предлагаются тоже разные упражнения перекатывания, скатывания с горы, поймай и брось, попадание в цель, чеканка, упражнения на фитболе, и так далее. Что еще? Рисование на вертикальных поверхностях. На рулоне обоев. Я понимаю, что жалко наш ремонт, но всегда можно найти выход из ситуации. Мы выходим каким образом? берем старые обои, переворачиваем и делаем, приклеиваем к стене. И очень удобно, хорошо. Мольберт различный же есть. Здесь можно холодильник. Родители, если у нас есть родители, если есть, отзовитесь. Нажмите, пожалуйста, на огонечек в правом нижнем углу. Ага, все, вижу. Холодильник. Прикрепите к холодильнику на магнитике тоже листы бумаги. Пусть ребенок рисует одной рукой, двумя руками. Можно предложить свободное рисование, раскрашивание, работа с трафаретами, конструирование из деталей. Что еще? Манипулирование на магничными объектами. Вот сейчас же очень тоже много можно приобрести театр на магнитах и тоже также на вертикальной поверхности работать. Что еще? Игра веселые человечки. Игровое правило выполнять то упражнение, которое изображено на карточке. Игровые действия какие? Найти в наборе парную карточку и воспроизвести позу. Карточки это схематические изображения движения. Три набора. Первый набор силуэта человека в движении, второй набор контуры и третий схемы. У взрослого образец в два раза крупнее, чем карточки у детей. Педагог предлагает детям поиграть например на слайде внизу в левом нижнем углу этой игры. Педагог предлагает детям поиграть и предъявляет карточку с человеком схемы, просит детей воспроизвести позу. Делайте так. Затем взрослые или ведущие еще кто-то может быть из детей предлагая карточку образец просит детей найти в своем наборе парную. Последователь работы следующая. Силуэт 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 контур 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 схема. Вот да отлично тоже выход из ситуации здорово спасибо огромное очень интересно спасибо что делитесь это важно что вебинар проходит не в рамках монолога моего нашего с вами диалога это ценно в целях формирования представлений о лице и теле предлагаем ребенку следующее упражнение анализ расположения частей лица по параметрам выше всего ниже всего выше чем ниже чем работа осуществляется с помощью зеркала затем вводятся предлоги над под между что находится над что находится под что находится между дальше анализ строения частей тела рук пальцы ладонь запястье локоть плечо туловище шея плечи грудь спина живот ног стопа голень колено бедро здесь сначала идет работа по вертикальной оси перед зеркалом затем через этап движения прощупывания на уровне тактильных и проприоцептивных ощущений самое сложное закрытыми глазами и порядок освоения предлогов выше всего ниже всего выше чем ниже чем над под между затем идет работа в горизонтальной плоскости относительно собственного тела и порядок освоения предлогов здесь будет ближе к дальше от перед за между и дальше развитие право-левой ориентировки сбоку от правой руки правее сбоку от левой руки левее работаем вначале от ведущей руки ребенка ориентировка от себя предполагает умение пользоваться системой когда началом отсчета является сам субъект ориентировка от объектов требует чтобы началом отсчета был тот объект по отношению к которому определяется пространственное расположение других предметов для этого необходимо уметь вычленить различные стороны этого объекта переднюю заднюю правую левую верхнюю нижнюю игры на формирование пространственных представлений слева справа вверху внизу впереди сзади далеко близко относительно себя игра что справа дети сидят например вдоль края ковра по всем сторонам ковра расположено по 5-6 игрушек и здесь несколько вариантов первый вариант ведущий просит детей вспомнить где у них правая рука затем одному из детей предлагается встать в центр на ковре и называть какие игрушки расположены справа от него при этом каждый следующий ребенок повернут в другом направлении по сравнению с предыдущим второй вариант ведущий кто-нибудь из детей называет игрушки расположенные в одном ряду и просит ребенка находящегося в центре ковра назвать с какой они стороны игра на плоту дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга каждый стоит на воображаемом плоту ведущие задают индивидуальные вопросы детям при этом постоянно просят их изменить направление например Петя кто стоит у тебя слева Маша кто стоит сзади тебя Сережа кто стоит перед тобой все повернулись налево Таня кто стоит слева от тебя и так далее или игра колокольчик все дети сидят на ковре один из них водящий он закрывает глаза ведущий отходит в какую-нибудь сторону и звонит в колокольчик тот кто водит должен назвать откуда слышен звон если называет верно то становится ведущим или скажи наоборот эту игру можно проводить как со всеми детьми так и с одним двумя ведущий называет пространственные ориентиры а ребенок получивший знак может быть мяч стрелка фишка и тому подобное называет ориентир противоположный по значению например лево право вверх низ и так далее игра магазин в этой игре могут принимать участие двое детей или две подгруппы детей они сидят друг напротив друга отгородившись ширмой у каждой одинаковый набор картинок продукты игрушки констовары одежда и карточка имитирующая полку магазина один ребенок выкладывает картинки на своей карточке и называет место расположения каждой из них другой ребенок старается воспроизвести все в точности по инструкции затем убрав ширму дети могут сравнить оба магазина в кавычках конечно следующие игры на определение взаимоотношений между внешними объектами например собираем урожай нам понадобятся картинки с изображением овощей разложите перед ребенком ряд картинок с любыми изображениями он должен отобрать например только те овощи которые лежат правее чем капуста или левее чем морковь игра что изменилась перед детьми на столе в два в три ряда расположены игрушки по три-четыре в каждом ряду здесь по мере усложнения дойдем ведущий предлагает всем детям посмотреть и запомнить расположение игрушек затем дети закрывают глаза ведущие убирают какую-нибудь игрушку просят называть ее и то место где она находилась например еще здрав кошек который был внизу между щенком и попугаем да ну и так далее тоже игра положи верно здесь нужно дети учатся переносить пространственные отношения между предметами с объема на плоскостное изображение развивается внимание и подражание понадобится набор предметов и их плоскостных изображений шары кубы треугольники призмы бруски кирпичики мелкие сюжетные игрушки по числу играющих и сначала индивидуально проводятся потом уже под группами педагог садится за маленький стол напротив ребенка берет два объемных предмета например куб и шар и дает ребенку плоскостные изображения вот этих предметов круг и квадрат просит его подложить данные изображения к предметам потом предлагает действовать по подражанию делай как я и ставит шарик на кубик ребенок воспроизводит эти отношения плоскостными формами если он затрудняется педагог помогает ему указывая жестом направления перемещения форм и говорит правильно шарик на кубе показывает на свой образец и у тебя также показывает на то что сделал ребенок ну а потом меняет предметы местами каждый раз фиксируя результат в слове и таким же образом моделируется отношение между другими предметами схематическое пространство игра назови соседей для этого используется лист бумаги на котором хаотично расположены изображения различных предметов и педагог просит найти изображение какого-то предмета и определить что изображено справа от чего-то да что нарисовано под чем-то что находится вверху справа от заданного предмета или например еще что находится в правом верхнем углу правом нижнем вдоль нижней стороны листа в центре листа игра лабиринт педагог дает каждому ребенку лист на котором нарисован лабиринт и стрелочкой указано начало пути затем детям предлагается помочь найти дорогу кубку для этого необходимо выполнить инструкции а затем проверить правильность их выполнения в начале лист лабиринтом надо расположить так чтобы вход в него был слева справа вверху внизу а затем уже идти по нему то есть вести линию до поворота ну например вход в лабиринт внизу идем вверх влево вверх вправо вниз дойдя до конца дети могут себя проверить педагог этот же маршрут нарисовал маркером на пленке наложив ее на свой я рисую на файле потом очень удобно вставил и посмотрели все проверили многофункционально получается ребенок видит если путь он преодолел верно геометрический диктант перед детьми лежит лист бумаги набор геометрических фигур педагог дает инструкции а дети должны выполнять в быстром темпе например красный квадрат положить в левый верхний угол желтый круг в центр листа и так далее после выполнения заданий дети тоже могут проверить конечно же правильность выполнения дальше квазипространство развиваем его это речь счет знаки предполагает определение положения в пространстве отработку пространственных временных характеристик стимула отработку пространственных последовательностей определения и понимания времени освоение сравнительных падежно-грамматических конструкции, освоение числового ряда, понимание логик грамматических конструкций, ответить на вопрос, Таня выше Оли, кто низкий, да, с опоры, без опоры, оценку правильности предложения, так бывает, бывает ли так или не бывает, да, что еще можно здесь, исправить фразу, закончить предложение, начать предложение. К моменту поступления в школу ребенок должен свободно ориентироваться в направлении движения, в пространственных отношениях между ними и предметами, а также между предметами. Большое значение имеет развитие умения ориентироваться на плоскости. Вся работа должна строиться на основе выделения парных противоположных понятий, налево-направо, вперед-назад. Должен свободно ориентироваться на листе бумаги, уметь определять вверх-вниз, право-лево, уметь работать со строчкой, клеткой, должен освоить значение предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения. Также еще я хочу предложить вашему вниманию литературу, которую вы можете использовать в своей работе. Не буду зачитывать, поскольку презентация доступна для скачивания, при необходимости вы воспользуетесь этой информацией. И надеюсь, что материал, изложенный мною, поможет вам в вашей профессиональной деятельности. Спасибо вам за внимание, за вашу активную работу. Всегда тепло, хорошо, прекрасно, замечательно, легко работать с такой теплой аудиторией. Спасибо за ваши прекрасные отзывы. Очень рада, что вебинар оказался полезным. Если есть какие-то пожелания относительно тем, пишите, пожалуйста, в комментариях, мы с удовольствием возьмем в работу, запланируем. Спасибо. Вопросы, если есть, тоже задавайте. Очень приятно, рада, чтобы было полезно. Если вопросов нет, я тогда передаю слово Татьяне Викторовне. В любом случае, я пока еще сижу, читаю ваши сообщения. Всего доброго, всех благ и...